недавно мы услышали сразу несколько заявлений о том что дарвинизм пора убирать из школьной программы и говорят об этом не просто люди с улицы это чиновники и высокопоставленные религиозные деятели правда в этом списке не замечен ни один ученый хотя по идее обсуждать научное содержание школьной программы должны профильные специалисты мы много а почему содержание на школьной программы должно быть научным ну как бы просто так я про просто так должно быть научным хорошо это аксиома приняли доказательства не требуется доказательств лет занимаемся просвещением в области антропогенеза и регулярно сталкиваемся с доводами которые используют антиэволюционисты основная часть этих доводов не поменялось за последние 150 лет и это очень хорошо видно по текущей ситуации давайте разберем несколько высказываний на эту тему попавших в сми и так шум начался с выступления муслима хучиева помощника председателя правительства 19 сентября послушаем что он сказал вот теория дарвина допустим например все знают что это ошибочная теория я заявление все знают крайне неожиданно но только на первый взгляд могу предположить что господин хучиев живет в некоем информационном пузыре аналогично какой-нибудь плоскоземелец по правде хуйню какой-то написал чел дуду да вы бесспорно дачал написал хуйню общается в основном со своими единомышленниками поэтому ему вполне может казаться что все знают земля это блин над которым хрустальный купол астрономы нас обманывают и просто приписывающему какие-то позиции которые не связаны с тем что он говорит александр соколов блять или как те александр же это не позорься пожалуйста тут как бы как бы очевидно что оратор опозорился но александр соколов не смог сдержаться и решил добавить автору еще дурацких каких-то позиций которые который он не озвучивал а ну ты cnt значит ты ебешься в жопу значит твоя мать шлюха получается но приблизительно такой уровень рассуждения сейчас у соколова не поддерживаем такой способ рассуждения так далее в моем информационном пузыре напротив все знают что земля шар а учение об эволюции фундамент современной биологии но я не настолько наивен чтобы отрицать существование креационистов и бросаться фразами о том что все знают некий научный факт не буду людей очень много даже таблицу умножения выучили далеко не все мы понимаем что она идет в разрез религии в разрез воспитания тем не менее в учебниках встречается это первый шаг я считаю в разложении таким образом детей во что их они разлагаются главе мин просвещения предложил лол а блин если бы я был главой министерства просвещения и некий муслим хучиев предложил бы мне отменить собственно теорию эволюции я бы предложил потом людям отменить непосредственно муслима хучиева к сожалению просто потому что типа лол чего уже очень странно что такие люди они в принципе в правительстве находятся это прям сразу очень плохой сигнал интересно каким образом эволюционная теория идет в разрез воспитанию как вообще естественно научная теория может идти в разрез воспитанию вот например мига ну допустим действительно как-то гильотина юма до того что в теории эволюции есть не следует как мы должны себя вести там если обезьяны например друг друга пиздят это не значит что мы должны друг друга пиздить бактериально идет в разрез воспитанию нефига непонятно и кровная теория болезни морально или аморально может с точки зрения средневекового схоласта и аморально ведь любые болезни это кара за грехи и точка или здесь имеет смысл говорить лишь о том соответствует ли теория имеющимся фактом а еще мне интересно как учитель в школе будет использовать теорию эволюции для разложения детей ну допустим детям будут говорить друзья мы с вами обезьяны поэтому давайте урок труда переименуем в урок но наверное оратор говорил не о воспитании вообще о воспитании религиозным и действительно дальше так и звучит это можно просто убрать потому что это неправда это противоречит религиозному воспитанию а мы сейчас о каких школах об обычных государственных или церковно-приходских или о каких-нибудь медресе на всякий случай стоит вспомнить что говорится в федеральном законе об образовании в российской федерации цитирую статья 3 пункт 1 светский да блин ну то есть давайте так какой-то рандомный челик сказал какую-то ерунду про собственно теорию эволюции а он политик с другой стороны в каком смысле это дико странно что он такие вещи говорят просто непонятно зачем это вообще даже обсуждать она полна полном серьезе тут же совсем как бы ну ну его дядька и характер образования в государственных муниципальных организациях осуществляющих образовательную деятельность статья 48 пункт 3 педагоги ой да кому это конституция сдалась что вообще значит светский характер логическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации принуждение обучающихся к принятию политических религиозных или иных убеждений либо отказу от них и еще вопрос можно ли идею о моральном разложении с помощью дарвинизма подтвердить какой-нибудь статистикой например сколько в тюрьмах преступников дарвинистов по сравнению с числом преступников относящихся к различным религиозным конфессиям ну или сколько большинство людей относящихся к религиозным конфессиям скорее все тоже дарвинисты внезапно мы в школе учили дарвинизму они скорее всего просто не вид какой-то большой разницы между дарвинизмом и эволюционизмом мне кажется для них это прям ну как бы вещи которые в картине мира нормально уживаются вообще в головах большинства людей очень странные вещи уживаются довольно легко террористов смертников в двадцать первом веке совершили свои теракты с именем дарвина на устах что там чаще звучит другое имя все религии это признали утверждение о том что все религии признали ошибочность дарвинизма не соответствует действительность здесь достаточно вспомнить официальную позицию католической церкви и так стоп и блин патриарх кирилл недавно заявил что никого противоречия между православием и непосредственно теории эволюции нет мне кажется он глубоко заблуждается во-первых да потому что позиция православия противоречит буквально любой научной теории вообще в принципе научному подходу я уже объяснял почему много раз ну окей ну просто потому что если религия верна то тогда науку сложно представить что наука верна просто потому что разные религиозные сущности по типу бога абсолютного всемогущего вот так вот потому что при истинности любой религии типа ислама либо христианство либо еще что-то другой религии просто нам будет трудно иметь дело с научной методологии вот представьте себе вот у вас исследование атома происходит какого-то да но вот вы проводите исследование и получаете какие-то результаты но на самом деле эти результаты подтасовывают какие-нибудь китайские духи или души или ангелы которых бог послал для того чтобы они вас обманывали или бесы невидимые да то есть вы проводите опыт резерфорда буквально разделяете там фотон или электрон или какую-то хуйню неважно разделяете ее получать какие-то полоски но эти полоски образуются не потому что буквально этот атом фотон электрон или какая-то хуйня там разделилась и что-то получилось нет это просто дьяволы вам черти нарисовали например все это это в принципе разъебывает фальсифицируемость вот такой подход мы можем представить себе такие картины мира которые разъебывают фальсифицируемость как таковой и верифика и верифицируемость и фальсифицируемость а поскольку они могут разъебывать и верифицируемость и фальсифицируемость любой научной теории ну все науки пиздец это фундаментальные вещи для естественной науки все на науке полная пизда короче ни на что нельзя рассчитывать следовательно научные теории безосновательны следовательно любое утверждение которое делает наука включая те которые мы слушали в начале непосредственно наших материалов там с этими атомными часами, это все как бы хуйня на постном масле, потому что, блядь, может быть, демоны нам посылают эти данные, чтобы мы думали, что теория относительности работает, чтобы мы не верили в Иисуса Христа, понятное дело, да? И все, и конец, как бы. Так не лэйзи фрик, я не то, чтобы это голоперидол, просто та картина мира, в которой есть всемогущие и очень могущие существа, которые могут влиять на любые результаты наших экспериментов и материалов, она, если уж и не входит в тотальное противоречие с наукой, то, по крайней мере, позволяет нам очень сильно сомневаться в тех результатах, которые наука преподносит. Вот. А в христианстве как раз такая модель. Ислам тем более, в Исламе всемогущий Аллах каждую секунду мир создает. Какая эволюция, естественно, никакой естественной эволюции вообще, в принципе, быть не может в Исламе, потому что Аллах каждый день создает мир. Вообще весь мир сверхъестественный. Вообще нет ничего естественного тогда. Все сверхъестественное вокруг. Еще в 1950 году Папа Римский Пий XII заявил, что... Ну а то, что веруны соглашаются периодически, они про слабость проявляют перед величием науки. Они как раз, они как раз издают свои позиции, это печально на самом деле. Показывают свою неуверенность, показывают свою слабость перед наукой, и это плохо в конечном итоге. Наоборот, надо было бы просто максимально... А вот это ангелы вам показывают, эти все черти, черточки, черточки. А вы окаменелости нашли? Ну их дьявол подбросил, очевидно. Надо на максимум, короче, топить было бы им и объяснять все возможные факты, которые они только видят, сверхъестественными какими-то причинами. И тогда было бы, ну, как бы топово. Тогда бы они реально разносили своих оппонентов. То нет конфликта между христианством и теорией эволюции. Он не прав. А в 1996 году... Он не прав, но это действительно так. И патриарх Кирилл недавно, если что, тоже сказал, что противоречия нет. Он, он тоже, я считаю, не прав. Он заблуждается, но, как бы, да. В своем обращении к папской академии наук, папа Иоанн Павел II подтвердил позицию церкви, признающую создание человеческого тела через эволюцию. Цитирую. Сегодня некоторые открытия приводят нас к признанию эволюции чем-то большим, чем просто гипотезой. В истории православия также известны богословы, придерживавшиеся сходной позиции, теистического эволюционизма. Ну, здесь, кстати, к Соколову претензий нет, это все правда. Эволюционизма. Такие, как Александр Мень. А еще есть верующие ученые-эволюционисты. Среди них был, например, один из основателей синтетической теории эволюции. Феодосий Добржанский. Значит, вполне можно быть верующим и при этом разделять современную научную картину. Ну, на самом деле, быть можно, но это не отменяет противоречивости такого подхода. И то, что умнейшие ученые в мире, наилучшие исследователи и так далее позволяют тебе такое противоречие, не говорит о том, что это вдруг стало непротиворечивым. Ну, просто они эти противоречия либо замечать не хотели, либо они их замечали, но пытались игнорировать каким-то образом. То есть, они говорят, ну да, как-то странно, но давайте больше не будем об этом думать. Ну, вообще, в принципе, люди, существа внутренне противоречивые, им свойственно иметь крайне противоречивые убеждения. Без какого-то серьезного, строгого, стройного анализа своих собственных убеждений, ну, ты и не проверишь, какие у тебя убеждения, каким противоречат. Как-то так. ...тину мира, частью которой является теория эволюции. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям? Кто должен это признать? Может быть, биологи, палеонтологи, генетики? Их мнение кого-нибудь интересует? А вот что Муслим Хучиев написал в своем телеграм-канале. Некоторые критики просят не оспаривать тот факт, что лично они произошли от обезьян. Это их выбор. Хучиев повторил шутку, впервые прозвучавшую, вероятно, на дебатах Томаса Гексли и епископа Уилберфорса на тему эволюции в 1860 году. По легенде, дело было так. Уилберфорс спросил Гексли, по какой линии, по линии дедушки или бабушки он происходит от обезьяны. На что Гексли ответил, что ему не было бы стыдно иметь обезьяну в качестве предка, но ему было бы стыдно быть связанным с человеком, который использовал свои дарования, чтобы скрыть правду. Сам Дарвин сомневался в своих доводах и признал это в своей книге «Затруднения, встречаемые в теории». Здесь явно сработал эффект испорченного телефона. Информация попала к Хучееву в искаженном виде. Вообще-то затруднения теории это не книга, а шестая глава в книге «Происхождение видов». Дарвин, как честный и добросовестный исследователь, отдельную главу своего труда посвятил разбору возражений, которые могли быть выдвинуты против его идей. На каждое возражение он обстоятельно отвечает. Сам ученый, обезоруживающе честно, пишет «Некоторые из них настолько серьезны, что я до сих пор не в состоянии был подумать о них без некоторого трепета. Но, насколько я могу судить, большая часть из них только кажущиеся, а реальные не являются, я думаю, роковыми для теории». Сомнения исследователя нам, видимо, пытаются представить как его слабость. Но в науке это не так. Сомнений не ведает, наверное, только религиозный фанатик. Ну и научный фанатик. И только через дискуссию, через столкновение гипотез, через споры развивается наука. Большинство проблем, сформулированных Дарвином, были блестяще разрешены в результате дальнейших открытий генетиков, палеонтологов, молекулярных биологов. Дарвин говорил, например, об отсутствии переходных форм. Но многочисленные ископаемые промежуточные звенья были впоследствии найдены, некоторые еще в 19 веке. Известны переходные формы между наземными млекопитающими и китами. Между рыбами и земноводными. Между рептилиями и птицами. Ну, на самом деле, хер знает, мне кажется, ничего запрещать не будут. А если и будут, то никто не будет спрашивать Александра Соколова, да? Да, не будут, но это же сильно глупо. Как это вообще возможно? Вообще представьте себе уровень бреда. Вот как могут запретить теорию эволюции? Задумайтесь. Как это может произойти, блядь, в школах? То есть вот человек, вот есть биологический факультет в ВУЗе. Человек должен в школе изучать креационистскую теорию творения, чтобы потом поступить на биологический факультет и узнать, что на самом деле ну, как бы никто из ученых в общем-то в биологии не верит в креационизм по большей части. За редчайшим исключением. Это же фантастика. Это же реально, блядь, фантастика. Убрать? Ну, можно, но, типа, тогда вообще какая разница? Ну, блядь, я бы не сказал, что в школе это как-то особо суперкруто проходится, чтобы, ну, прям, знаете, это было предельно опасно. В школе по биологии еще там какая-то ботаника какая-то небольшая есть. Анатомия человеческая, опять же, в очень небольшом объеме есть, целый год изучается. И что-то, блядь, по животным там есть. Немножко по революцию вроде бы там есть, опять же, просто крохи информации на самом деле. Я даже не вижу, в каком смысле это все опасно для верующих, ну, людей, которые антиэволюционистских взглядов придерживаются. На самом деле, куда опаснее эволюционизм в институтах, но из институтов вы его просто так не выведите, пока вы не предложите что-то получше, во-первых, да. А во-вторых, пока почти все ученые, блядь, его придерживаются без исключений, практически без исключений. Среди биологов то уж точно. Да. Между четвероногими приматами и прямоходящим человеком. Между кембрийскими мягкотелыми животными и членистоногими. Между четвероногими рептилиями и змеями. Окей, норм. Вообще не вопрос. Скажите, что это мозаичные формы, созданные Творцом. Но почему-то характер этих мозаичных форм соответствует представлениям ученых о последовательности эволюции. Но тут есть еще другой факт. Все эти формы, они также соответствуют и нашему представлению о Творце и о том, как он это все создавал и все, как бы конец, блядь. Ну типа, мы можем точно так же здесь ответить. Просто тут есть небольшой нюанс. Теория креационизма, они обычно просто не фальсифицируемы и поэтому их можно подстроить под любой набор фактов. Так что в этом плане, в этом плане, да, если какая-то история креационизма вдруг и разрушится, то на ее место встанет другая, которая это уже будет соответственно. Звероящеры есть, полуземноводные полурыбы есть, но мы нигде не находим например полурыбы полуосминога. А почему мы должны находить полурыбы полуосминога? Чего бы? Где-то предсказывается, что Бог будет создавать полурыб полуосминогов. Это глупый контраргумент. Рыбы не происходили от головоногих моллюсков. Слово теория изначально подразумевает наличие обоснованных сомнений. Автор путает разговорное и научное значение термина теория. В разговорном смысле теория это некоторые умозрительные рассуждения нередко так сказать оторванные от жизни. А что такое научная теория? В науке под теорией понимают концепцию описывающую какую-либо область явлений которая может быть неоднократно проверена и подтверждена. подтверждена подтверждена можно можно только опровергнуть больше ничего с ней сделать нельзя подтвердить теорию невозможно и вы посмотрите на этот чистый такой взгляд умственно отсталого идиота просто господи теории не подтверждаются опровергаются только причем не обязательно быть фальсификационистом чтобы придерживаться данного убеждения это чисто формальный смысл формальный смысл любого опыта эксперимента это именно опровержение я-то кстати не уверен что они даже опровергаются если что я не являюсь я не являюсь фальсификационистом я не верю в то что они даже могут быть опровергнуты для меня это тоже уже сомнительная какая-то категория но фальсификационизм хотя бы здесь верен в том что формальный смысл эксперимента по отношению к теории это опровержение почему ну потому что всегда может найти вот но при этом вы можете буквально одним фактом разъебать теорию формально по формальным причинам буквально формально Для того, чтобы доказать, что там, не знаю, работает теория Ньютона, надо доказать, что предметы везде и всегда, на всех планетах, во всех вселенных, во всех возможных и существующих, блядь, мирах, падают с определенными показателями, скоростью всегда вниз, соответственно. Вниз, не виз, вы понимаете, да, по законам Ньютона условно. Возможно ли это сделать? Нет, блядь, невозможно. Можно ли проверить теорию эволюции? Нет, блядь, невозможно. Вам нужна бесконечность фактов, существующих и возможных, которым у ученых доступа, в принципе, нет. А, вот и все, соответственно. То есть, да, теории, они не подтверждаются, они опровергаются. Ну, плюсом теории эволюции является то, что, в принципе, уже прецедентов возможности ее опровержения было дохуя, и она до сих пор не опроверглась. Это реально очень круто. Это, как бы, это реально круто, и это, наверное, самое крутое, на что можно рассчитывать, когда речь касается хоть какой-либо теории. Теория – это самый высокий статус научного объяснения. То есть, когда научные гипотезы находят множество подтверждений и проверяемых следствий, они могут получить статус теорий. Вот в этом смысле дарвиновское учение об эволюции является теорией. Игра на многозначности термина – это типичная манипуляция. Сравните. Это все теория. И готовы ли вы к зачету по теории функций комплексного переменного? Аналогично. Какие разные смыслы можно вложить в слово «ботаник»? Сравните. Ботаник пришел сюда и я... И этот ученый – доктор биологических наук, ботаник, селекционер и общественный деятель. Ученые говорят, что естественный отбор способствует лишь продолжению здорового рода, вытесняя слабых и менее приспособленных. Эта система работает, но не способна превратить один вид в другой. Например, оленей в лошадей. Ученые говорят. Круче этой фразы только британские ученые доказали. Какие ученые? Я, например, знаком с публикациями, где ученые показывают, как тот или иной признак возникал в результате естественного отбора. Будь то перья птиц, или глаз, или лошадиное копыто, или человеческая гладкая безволосая кожа. Что касается примера с оленями, которые не превращаются в лошадей. Лошади не происходили от оленей. И наоборот. Олени и лошади представители разных отрядов млекопитающих, чьи предки разошлись более 50 миллионов лет назад. Их эволюция хорошо изучена палеонтологами. Кроме того, за последние миллион лет ни одна обезьяна не стала человеком. Я даже не вижу никакого смысла разбирать то, что пишет. Какой-то ху... Не в обиду прекрасному политику, так скажем. Уважаемый политик не разбирается в данной теме. Уважаемый политик не разбирается в данной теме. Он не прав абсолютно, соответственно. Действительно, какой смысл уделять ему внимание в этом плане, если он, ну, вообще совсем не в теме. За последний миллион лет не стала. А за последние 6 миллионов лет стала. Палеонтологическая летопись наглядно показывает, как из древней четвероногой обезьяны сначала получился древесный полупрямоходящий ордипитек. Потом прямоходящая обезьяна австралопитек. А потом примат с крупным мозгом, использующий орудие. Древнейший представитель рода хома. Человек. Не, ну ради справедливости мы этого напрямую не видели. Это мы видим на ископаемых. Ну, а это уже немножко разно и немножко косвенно, да, так скажем. Ну, да ладно. В каком смысле, если мы исходим из натуралистической картины мира, там, еще несколько оговорок делаем, и бритва окома, и все такое, да, то, наверное, это довольно хорошее объяснение того, что мы наблюдаем в окаменелостях. То, что вот он сейчас говорит. Вот на такую формулировку я согласен. А за последние тысячелетия не возник ни один новый вид животных, хотя, согласно теории Дарвина, эволюция продолжается постоянно. Что такое возникновение нового вида в представлении далекого от биологии человека? Ну, это когда птица снесла яйцо, и из него вылупился какой-нибудь слонопотам. В реальности, конечно, все слегка иначе. Очевидно, что родственные виды, то есть виды, произошедшие от общего предка недавно, похожи друг на друга. Когда две формы сильно похожи, их описывают как подвиды. Если различия уже существенны, то есть отличается внешность, отличается поведение, если эти формы не скрещиваются или почти не скрещиваются, их чаще описывают уже как разные виды. Например, есть черный лемур, а есть голубоглазый черный лемур. Раньше их считали подвидами, а сейчас это два отдельных вида. Надо напомнить, что тысяча лет – очень маленький срок в масштабах эволюции. Как я только что сказал, на то, чтобы четвероногая обезьяна стала человеком, понадобилось несколько миллионов лет. Однако иногда видообразование происходит быстрее. Например, собака произошла от волка. Традиционно их относят к разным видам. Канис фамилиарис и Канис лупус. Как разные виды их описал Карл Линей. Между тем, согласно данным генетиков, все домашние собаки происходят от небольшого количества волков, и произошло это всего лишь несколько десятков тысяч лет назад. Генетики и археологи доказали, что кукуруза происходит от дикой травы Теосинте. Причем современная кукуруза – гибрид двух разных подвидов Теосинте. Внешняя кукуруза совсем не похожа на своего дикого предка. У того невзрачные колоски, зерна в твердой оболочке, а початков вообще нет. Ботаники традиционно относили Теосинте и кукурузу не только к разным видам, но и к разным родам. Вот что сделала селекция всего за 9000 лет. Но это, скажете вы, сучки. Селекция – это сделал человек. А что сделала природа? Кучаев утверждает, что за последние тысячелетия не возник ни один новый вид. А как это должно работать? Я понимаю так. В течение тысячи лет ученые ввели учет всех видов живых существ на планете и ни одного нового вида не зафиксировали. А как вы думаете, на самом деле, сколько новых видов живых существ ученые описывают каждый год? 5? 100? По некоторым оценкам – более 10 тысяч. А более 10, ну я даже думал сотни тысяч. Очевидно, что это не те виды, которые вот сейчас возникли. Но из таких цифр можно делать некоторые выводы. Возьмем для примера жуков. На сегодняшний день описано 350 тысяч видов жуков. Для сравнения, всех млекопитающих примерно 4600 видов. А жуков в 76 раз больше. Каждый год энтомологи описывают сотни новых видов жуков. Расчеты генетиков показывают, что для существования такого разнообразия каждое столетие должно появляться примерно 2 новых вида жуков. Ну, конечно, можно считать, что 350 тысяч пар жуков Ной возил с собой в ковчеге. Считать так – ваше право. 2 вида за 100 лет – нерекордная скорость. Например, у цветковых растений скорость появления новых видов выше. А вот один из примеров, когда новый вид буквально поймали за хвост. За рыбий хвост. В маленьком озере Апоя в Никарагуе живет два вида цихлит. Внешне они хорошо различаются, они не скрещиваются. Один вид живет у дна и питается в основном водорослями. Другой живет в толще воды и питается насекомыми. При этом один из этих видов, который живет у дна, распространен широко, а второй нигде больше не встречается. Само озеро образовалось около 20 тысяч лет назад. Генетики сравнили геномы этих рыб и показали, что разделение видов произошло менее 10 тысяч лет назад. Был один вид, стало два. Это генетики показали? Я вам делаю, вы проверяете, у ребенка похожая кровь и все такое. В принципе, вся наука работает по принципу такой вот индукции, когда мы набираем какое-то количество материала, которое мы уже прямо сейчас, прямо здесь имеем, а потом мы экстраполируем материалы из того, что мы собрали, на всю вечность, как бы, в прошлое. И это, честно говоря, кажется, не очень правомерной операцией. Это довольно сомнительная штука. Вот давайте так, да. Не просто правомерной, не просто на все в прошлое, на все вообще существующее на данный момент сейчас. Причем, когда речь касается физики, это касается вообще всего пространства, времени и вообще всего, что мы везде наблюдаем, да. Если касается биологии, это касается прежде всего жизни, ну, наверное, прежде всего на Земле, может быть, законы эволюции на других планетах, может быть, и по-другому работают. Просто мы другой жизни вообще-то и не знаем. И ввиду этого, ну, как бы, да, теория эволюции распространяется на жизнь только на Земле. Но на Земле со всеми возможными потенциальными видами, которые только могли бы возникнуть. Не только со всеми, которые есть, но и те, которые могли бы возникнуть и уже были в прошлом. Это происходит просто колоссальнейшая экстраполяция. Мы же понимаем, что даже все, что мы суммарно прямо сейчас изучили, это один, ну давайте, допустим, один к миллиону по отношению к тому, что уже на Земле было среди живых организмов разных видов и всего остального. Один к миллиону, допустим, из всех возможных фактов, видов и всего остального. В то время как еще и возможное, возможное добавляет, расширяет эту индукцию просто до бесконечности. И таких примеров известно немало. Интересно, что более 500 авторитетных американских ученых еще в 2006 году подписали документ, в котором, в частности, говорится, мы выражаем скептицизм относительно Дарвиновской теории эволюции, сомневаемся в теории естественного отбора. Под документом подписывается. Просто, ну, она нефальсифицируемая, оказывается, она слишком обобщающая. Чё бы там ни случалось, как бы животные ни заменились, это все можно объяснить естественным отбором. Вот бабочки стали черными, а это, естественно, отбор там, я не знаю, естественно, а вот это тоже естественно отбор, а вот это естественно отбор. Ну, те, кто выжили, те, кто выжили, те выжили, те, кто умер, то умер. Собственно, как будто бы так оно звучит, слишком обобщающе и слишком как бы вот. И с другой стороны, не до конца понятно, а зачем вообще как бы онтологизировать механизм отбора, потому что сам по себе он имеет скорее неонтологическую структуру. То есть сам механизм отбора, он неонтологичен, он спекулятивен в каком-то смысле. То есть, естественно, давайте так, вот когда речь касается генетики, генетика это как бы, да, вот такая биологическая, естественно, научная какая-то штука. А естественно, отбор это как будто бы социология внутри биологии, такая абстрактная хуйня, которая сама по себе не существует, но какие-то взаимодействия производятся в соответствии с этой вот моделью. Да, это как будто бы модель, которая что-то описывает, но на самом деле у нее нет антологического содержания как таковой. То есть в теории эволюции есть такие элементы, которые имеют антологическое содержание, ну или по крайней мере претендуют на это антологическое содержание, то что вот они есть реально. Но естественного отбора его как бы почти как не посмотри, его нет. Если вы не платоники, мазефакеры какие-то, которые там думают, что в мире идей существует естественный отбор, который всем управляет, но естественного отбора просто нету. Это абстрактный механизм описания, причем очень абстрактный механизм описания того, как живые существуют, причем скорее всего даже не особо фальсифицируемый. Трудно предложить фальсификацию к естественному отбору как таковому. Ну, наверное, только показать, что отбор искусственный проводится. Всегда и везде какие-нибудь там, не знаю, инопланетяне нас искусственно меняют, да, понимаете? Просто естественный отбор действительно настолько широкая штука, что он противоречит только искусственному отбору. Ну, или сверхъестественному отбору, может быть, еще. Искусственному и сверхъестественному отбору. Сверхъестественный отбор мы как бы... Вот, кстати, сверхъестественный отбор он вполне антологически проверяемый. То, не проверяемый, он антологически существующий мог бы быть, опять же, да. Если мы говорим про сверхъестественный отбор, типа бог нас отбирает, креационизм такой своеобразный. Ну, или если мы говорим про какой-то искусственный отбор уже среди инопланетян каких-то, невидимые инопланетяне меняют наши виды и что-то такое, то в таком случае это тоже в каком смысле более онтологично и более проверяемо. Ну, а так, естественно, отбор в том виде, в каком он существует, это некая такая абстракция. Его как такового не существует, как бы мы его ни описывали. Если мы не универсалисты, мы не можем придать ему бытия, существование. Он существует как модель, не больше. Да, онтологического значения у него нет практически. Ну и как-то так. Сомневаться в теории естественного отбора, мне кажется, вполне можно. Можно. Более того, может быть, когда-нибудь будут указаны более точные, более интересные какие-то механизмы работы отсеивания живого от неживого. Да, и может быть, этот естественный отбор во всей своей абстрактности все-таки сменится на какую-то другую концепцию. Это тоже, на мой взгляд, тот параметр, который вполне может в теории эволюции вообще легко поменяться, без каких-либо особых проблем. То есть это может просто естественно произойти. Это естественно, как в естественном отборе, понимаете, да? То есть сменится дискурс научный от эволюции, от изменения видов, хотя и виды можно как-то переименовать, по-другому с этим работать, но от изменения живых существ, так вот скажем, вряд ли откажутся, тем более в ближайшие многие-многие годы. Но вот как-то описательные системы можно попробовать предлагать абсолютно разные. Во-первых, классификации видов можно сильнее. Классификации видов, семейств, родов и всего остального. Это довольно спонтанная штука. Ее можно менять в зависимости от наших целей, задач, как и любую другую классификацию на самом деле. Мы можем по другим признакам начать что-то выделять, как-то по-другому немножко это обрабатывать. В общем, у нас есть здесь большой зазор для работы, да? Уже осмысление этих самых видов, родов, всю таксономию можно так или иначе переосмыслить. И как раз теория естественного отбора, да? Вот эта вот часть теории эволюции. Вот эта часть. Мы тоже можем ее в некотором роде уточнить, переосмыслить, как-то поменять, что-то еще, собственно, создать здесь. Но тем более, да, теория естественного отбора, это, знаете, опять же, что-то похожее на те самые законы природы, которые на самом деле неощущаемы, невидимы, непонятно, как они работают, но зато они повторяются, и мы говорим, что они везде по-одинаковому работают. Но если ты не веришь законной гравитации, выйди в окно, как говорят дебилы, здесь приблизительно такая же штука. Здесь приблизительно такая же штука. Мне кажется, как раз с естественным отбором его отрабатывать и бить, так скажем, по нему, его критиковать вполне уместно, то есть вполне возможно. он является в какой-то степени уязвимым. Писались 514 видных мировых ученых. Из них 154 биолога, 76 химиков и 63... Но только отсутствие естественного отбора не отменяет изменений биологических, если что, да. Отбор может быть искусственным, может быть сверхъестественным, может быть еще каким-нибудь, может быть мы назовем законы изменения какими-то другими терминами, вот и законы другие немного выделим, или сильно другие законы выделим, и тогда все будет работать иначе. Три физика. Остальные подписаты заняты в смежных областях науки. Да, была такая акция креационистов. Надо заметить, что спорили они не с идеей эволюции вообще, а с дарвиновской концепцией эволюции. В ответ ученые провели несколько кампаний. Так, в 2004 году акция «Научная поддержка дарвинизма» собрала более 7 тысяч подписей ученых за 4 дня. А вот еще... Ну, понятно, если так. Действительно. В насмешку над инициативами креационистов Национальный центр научного образования США инициировал в 2003 году проект «Стивус». Это сбор подписей в поддержку теории эволюции от научных работников только с именами Стивен, Стефан, Стефани и их вариациями. О старте проекта на съезде Американской ассоциации содействия развитию науки объявил сам Лорен... Не, он, Краус. Краус. Да нет, здесь, в принципе, понятно. Конечно, соберут подписи. Подписи там относительно всего чего угодно можно собрать. Но 500 исследователей, это же кринж. Мало. Известный астрофизик. Имя Стив было выбрано... Не, видные, это те, которые не невидимые. Просто остальные ученые это невидимые ученые, понимаешь? Они смогли найти только 500 человек, которые были против теории эволюции. Остальные это невидимые ученые, о которых обычно говорят креационисты. Знак уважения к выдающемуся палеонтологу Стивену Джею Гулду, умершему в 2002 году. Первоначальной задачей было собрать подписи 100 Стивов, но эта цель была достигнута примерно за 10 дней. Первые сотни подписантов были два лауреата Нобелевской премии Стивен Вайнберг и Стивен Чу. Более 200 Стивов поставили свои подписи в первый месяц. 300 Стивом, подписавшим список, стал Стивен Хокинг. А сейчас в списке около 1500 подписей, при этом более половины подписавших биологи. Для сравнения, в креационистских аналогичных списках биологов меньше трети. Надо добавить, что по статистике Стивы составляют около 1% ученых. Это означает, что теорию эволюции поддерживают как минимум десятки или сотни тысяч научных работников. Я вот думаю... Да, блядь, это понятно. В принципе, те люди в науке, которые не поддерживают теорию эволюции, в естественной науке, тем более в биологии, их количество можно пренебречь во время рассуждений. Утверждение о том, что научное сообщество не поддерживает теорию эволюции, это что-то, блядь, из разряда, я не знаю, христиане не поддерживают веру в Иисуса Христа, блин. Мусульмане не верят в Аллаха. Это вот на таком уровне. Всем же известно, что мусульмане не верят в Аллаха. Ну, нет, всем неизвестно это. Не устроит ли нам аналогичный сбор подписей, допустим, для ученых по имени Василий или Вячеслав, но не будем забывать, что научная истина не устанавливается голосованием. Тем же, кто произошел от обезьян, или все еще находится в процессе, рекомендую больше читать и развивать критическое мышление, ведь именно этим человек отличается от животных. Последняя фраза хороша. Действительно, стоит больше читать. Начать хотя бы с происхождения видов Дарвина. Рекомендовал бы также следить за новостями науки. Это помогло бы избежать ряда странных заявлений. А вот как на ту же тему высказался миллиардер, основатель Царьграда... Не, ну, честно говоря, по факту, действительно, люди нихуя не читали, ничем не интересовались, школьную программу проебали и как бы... Единственное, в чем они правы, как мне кажется, фундаментально. И у них есть одно фундаментальное истинное утверждение. Теория эволюции, противоречит собственно религии. Все. С этим я согласен. И исламу, и христианству. Это верно. То есть принимать и ислам, и собственно теорию эволюции, вообще, в принципе, любую научную теорию, которая построена по научным законам, это, на мой взгляд, фундаментально противоречиво. Далеко не все люди с этим согласны. Далеко не все люди понимают, почему это противоречиво. Но это противоречиво. Я уже много раз это объяснял, пока что воздержусь. Ну и у вас выбор. Либо Дарвин, ну, либо ваша религия, получается, да. Но говорить о том, что какие-то ученые что-то там вот не верят в теорию эволюции, что-то там вот такое. Нет, такого нет. Ученые поголовно эволюционисты, особенно в биологии поголовно эволюционисты, это как бы вообще, блин, не обсуждается. Не, на самом деле, если теория эволюции, даже в том виде, в котором она сейчас есть, если, ну, есть какой разъеб. Серьезно. Вот если получится сменить теорию эволюции с естественным отбором на теорию эволюции с каким-то другим отбором уже, да, какие-то факты покажут, что естественный отбор там либо слишком абстрактен и шизоф, и слишком нефальсифицируем, либо еще что-то такое получится, да, ну, мы просто окажемся в ситуации, когда ученые капитально обосрались, потому что в теории эволюции современные на нее очень сильно опираются. Вот если теория эволюции обосрется, это будет величайшим поводом потроллить ученых, вот с моей позиции, с моей точки зрения. Это будет прям вообще смехотворно и классно и прикольно. Но опять же, а если вообще эволюционизм вообще во всех его возможных видах обосрется, то это вообще трижды будет весело. Ну, это уже совсем сложно представить, ну, допустим. И одноименного фонда Константин Малафеев. Ну, потому что как раз именно биологи со своим эволюционизмом, они очень сильно уверены в том, что у них все круто, и они правы, и все классно работает. Крайне идеологизированная и научно устаревшая еще в середине 20 века дарвиновская теория эволюции. Да, действительно. Спасибо, чуваку. Эволюция человека из обезьяны должна быть исключена из школьных учебников биологии. Интересно, что же такое случилось в середине 20 века? Ну, например, в области палеоантропологии. Это то, что мне близко. В 1947 году в Южной Африке в системе пещер Стеркфонтейн сделан ряд важных находок. Кости австралопитеков, древних прямоходящих обезьян. В том числе найден один из самых знаменитых черепов африканского австралопитека СТС-5 или Миссис Плес, а также череп СТС-71, скелет австралопитека СТС-14 и так далее. В том же 1947 году ряд костей австралопитеков найден в Южноафриканской пещере Макапансгат. В 1948 году множество костей массивных австралопитеков найдено в Южной Африке в пещере Сварткранс. В 1949 году в той же пещере Друзья, аукцион. Хотите донатите, хотите нет. В пещере найдены кости ранних хомо, так называемых телантропов. Сейчас их относят к хомохабелис. В 1948 году Льюис и Мэри Лики обнаружили на острове Русинга в Кении череп и почти полный скелет проконсула общего предка человекообразных возрастом 18 миллионов лет. В 1949 году советский антрополог Михаил Гремяцкий описал череп ребенка-неандертальца из грота Тешикташ в Узбекистане. А в Ираке в 1951 году раскопали пещеру Шенидар, где обнаружили 9 неандертальских скелетов возрастом от 46 до 60 тысяч лет. В середине 20 века в Европе сделан ряд новых находок неандертальцев, например, во Франции в пещерах Фонтешеват, Монморен и Гротсюар. В 1950 году антрополог и скульптор Михаил Герасимов основывает в Москве свою знаменитую лабораторию антропологической реконструкции, где создаются классические портреты древних людей. В середине 20 века в СССР, в США и в других странах активно проводятся эксперименты по исследованию интеллекта приматов. В 1949 году выходит книга советского ученого Вацура «Исследование высшей нервной деятельности антропоида шимпанзе». Там он описывает, например, успешные опыты по обучению шимпанзе тушить огонь. Условия задачи постоянно усложнялись, и самцу по имени Рафаэль приходилось самому изобретать новые способы. Но он успешно справлялся с трудностями. Середина 20 века прорыв в разработке методов датирования. В 1948 году первые опыты по датированию минералов калий-аргоновым методом проведены параллельно в ССССР и в США. В марте 1949 года опубликована статья Уилларда Либби, в которой обосновывается принцип работы радиоуглеродного метода. Между прочим, именно благодаря радиоуглеродному анализу вскоре была разоблачена столь любимая креационистами подделка «Пилдаунский человек». В середине 20 века объединение генетики и дарвинизма привело к рождению синтетической теории эволюции. На эту тему выходит ряд работ выдающихся ученых, таких как Эрнст Майер, Джордж Симпсон, Иван Шмальгаузен, Джулиан Хаксли. Рождается современное учение и о макроэволюции. Выражение синтетической теории эволюции впервые палеонтолог Джордж Симпсон использовал в 1949 году. В 1947 году учрежден журнал Evolution, ставший одним из самых влиятельных научных журналов. Бля, как же он затриггерился на мнение чувака, у которого, не знаю, ноль классов образования, скорее всего, я хз, честно говоря. Его прям бомбануло, блядь, на высказывание реально чувака, который так что там устарело в середине 20 века? Еще в 19 веке великий русский философ, социолог и биолог Николай Данилевский, автор знаменитой книги «Россия и Европа», написал двухтомный фундаментальный труд «Дарвинизм», камня на камне, не оставивший от теории Дарвина. База. Я бы почитал, наверное. Книга Данилевского написана еще до большинства открытий ученых, подтвердивших верность идей Дарвина. Еще до того, как между четвероногими обезьянами и человеком... Не, но формально представления Дарвина все равно оказались ложными, потому что их все равно пришлось скрещивать собственно с генетикой. То есть третий закон логики, вы все понимаете. ...появилась подробная цепочка переходных форм еще до других открытий палеонтологов. Задолго до того, как генетики узнали о единстве генетического кода всего живого на планете Земля. До удивительных результатов исследования интеллекта обезьян. Список можно продолжать. Работа Данилевского обстоятельно критиковалась сразу после ее выхода. Сейчас же этот труд представляет исключительно исторический интерес. сегодня наука генетика не оставляет дарвинистам никаких шансов. Блять. 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 Ну, блять. 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 Я не знаю, как это комментировать. Я бы даже не знаю, я бы сдержался. Интересное заявление. Генетики доказали родство всего живого на планете. Показав, что наследственность всех живых существ закодирована доказали прям, да. То, что ДНК похоже, это доказательство того, что у нас родство всего живого на планете. Охуя-охуенно теперь. Заебись. Давайте себе представим такой вариант. Вот у нас есть рандомное количество элементов с одной стороны и с другой стороны. И вот мы берем с помощью супертехнологий генерируем с одной стороны ДНК, потом с другой стороны, абсолютно не связанная с этим ДНК, другое такое же ДНК, но очень похоже на предыдущее, на 99,9999% окей. Между двумя ДНК нету родства, но они похожи. Мысленный пример, я разъебал то, что он сказал, просто уничтожил, блядь, мысленным экспериментом, просто разъебал, блядь, трахнул Вачандру, блядь, сука. Поэтому генетика в данном случае, ну, как бы, не то, чтобы что-то прямо тотально абсолютно доказывает. Генетики в принципе, мы просто исходим из самого простого предположения о том, как оно тогда в прошлом происходило. Самое простое, в смысле, ну, как, буквально самое простое, да, принцип самого простого объяснения. Может быть, оно и не так происходило, но это просто вот самое простое объяснение, что они родственны. Единым образом, с помощью нуклеотидных последовательностей. Генетики установили механизм возникновения и распространения мутаций, материалы для эволюции. Генетики выстроили подробную родословную всех живых существ, сходящуюся к общему предку миллиарды лет назад. И это родословное удивительным образом совпадает с данными палеонтологии. Генетики продемонстрировали, что ближайший родственник человека шимпанзе, чей геном совпадает с человеческим более чем на 90%. Генетики установили, что человек разумный возник в Африке около 200 тысяч лет назад. Открытие генетиков помогли разумный блядь, я придумал гениальную хуйню. Я придумал просто гениальную хуйню, пацаны, это. Держите меня семеро. Короче, смотрите. Берем кровь у людей, забираем у них нахуй их ДНК, соответственно. потом выращиваю в пробирках клонов от этих людей. А когда рождаются из пробирок дети, просто подаем на алименты всем этим чувакам. И, блядь, и все, профит, 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 нахуй, как вам такое? Да. Разрешите ряд проблем дарвинизма, на которые указывал сам Дарвин. Например, установив, что наследственность дискретна, еще в начале 20 века разобрались с проблемой размывания признаков, так называемым кошмаром Дженкина. Генетика, как уже говорилось, является одним из фундаментов современной теории эволюции. Так кому там генетика не оставляет шансов? Эволюционизм превратился в безбожную секту, хотя сам Дарвин безбожником не был. В своих письмах в конце жизни сам Дарвин характеризовал себя как агностика. По сути, наша система образования стоит перед выбором, во что мы научим верить наших пятиклассников. В то, что они образ божий или в то, что они прямоходящие приматы. Тут автор использует некую метафору, взывающую к эмоциям читателя. Аналогично можно высказаться, например, по поводу гелиоцентрической системы. Во что мы научим верить наших школьников? В то, что они находятся в центре мироздания? Или в то, что они живут на крошечной песчинке, крутящейся как волчок в пустоте среди триллионов таких же песчинок? Учат ли школьников на уроках астрономии, что они образ божий? Наверное, нет, ведь это не задача астрономии, ну и не задача биологии. И астрономия, и биология это науки, описывающие материальный мир, а человек, как ни крути, прямоходящий примат. Мы прямоходящие, ходим, как правило, выпрямившись. С этим даже господин Малафеев не будет спорить. А в отряд приматов человека включил в 18 веке Карл Линей, на которого ссылаются даже самые матерые креационисты. До чего доводит подобное образование? Мы можем судить по отошедшему от Бога асатанилому западу. Если мы не хотим такого же будущего для наших детей, пора менять школьную программу. Я посмотрел. По данным соц. опроса 2014 года не верят в Бога 11% американцев. Мало. По данным другого опроса, проведенного в 2012 году в России, нерелигиозными и атеистами себя назвали около 13% россиян. Тоже мало. Так кто там отошел от Бога? В гимназии святителя Василия Великого мы уже много лет преподаем биологию по учебнику Сергея Вертьянова, полностью соответствующему образовательным стандартам, но позволяющему учащимся взглянуть на мир не только с позиции материалистов далекого прошлого, а во всей полноте. И это позволяет им сдавать ЕГЭ намного лучше тех ребят, которые учатся по устаревшим учебникам, навязывающим дарвинизм. Святые Дарвины. Учебник биологии на православной основе. Известное произведение. Благодаря ему Сергей Вертьянов даже получил в прошлом году престижную премию почетный академик Врал за достижения в области лженауки. С этим учебником связано много прекрасных историй. Там были вымышленные рит... Бля, может написать учебник по биологии? Блядь, может написать у тебя ли учебник по биологии? Ну, блядь, его же не прохайпить опять. Если бы его можно было прохайпить и получить премию Врал... Сука! Я хочу премию Врал! Я хочу премию Врал, блядь! Я хочу эту хуйню! Я приеду к ним! Я просто... Здравствуйте, друзья! Я возьму эту статуэтку! Я заберу эту статуэтку с собой, блядь! Это мечта! Реально мечта, блядь! Я буду как Супермен, когда получу эту самую статуэтку. Это не то, что ваш ёбаный секс, эта статуэтка Врал, это признание от сиентистов. Жесть! Ай! Ай! Рецензенты! Там были положительные отзывы на собственный учебник, написанные автором под псевдонимом. Там было множество грубых ошибок. Согласно Вертьянову, у сов есть эхолокация. Вертьянов кажется уверен, что трилобит это один единственный конкретный вид животных. Мхи у него относятся к низшим растениям, а комарики до грехопадения питались соком растений, богатым гемоглобином. Автор учебника демонстрирует крайне плохое знание палеонтологии и геологии. Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ваши дети знали... Так, блин, редкий гос, самое главное в премии, это чтобы я был захайплен. Если бы у меня на канале было не 7 тысяч зрителей, а 700 тысяч зрителей, это был бы уже другой вопрос. Но я, блядь, сильно серьезные вещи говорю, то есть, к сожалению, и сильно аргументирую, блядь, нормально. К сожалению, то есть, я не впадаю в какие-то простейшие теории заговора, там, еще что-то, тут всякая, блядь, философия, еще какая-то хуйня. Блядь, для обывателя это все слишком сложно. И он такой, мээ, там еще религию критикует, мээ, мээ, не верит в эту хуйню, там, не знаю, в Атлантиду не верит, еще в какую-то штуку. Блин. То есть, понимаете, я не попсовый даже для мракобесов. Я слишком не попсовый. Это сразу большой-большой минус для привлечения аудитории. Ведь могло бы быть получше в том плане, что, ну, я еще, у меня же была рубрика небольшая, где я озвучивал всякую хуйню такую, как называется, конспирологическую. Но эта рубрика долго не продержалась, ее почти никто не смотрит в основном. Вот. Не, надо было... Да не, не надо было, хер его знает. Блин, у нас слишком серьезный контент, у нас с одной стороны слишком серьезный контент, с другой стороны слишком кринжовый контент. Я как бы, я одновременно нахожусь на двух абсолютно разных полюсах, что нередко отпугивает людей, с одной стороны, да, потому что, ну, они иногда попадают на вот тот полюс, на который им лучше бы не попадать, и такие, ебать, что, блядь, он на пузе ползает. А потом жесткие лекции по философии какие-то идут, особенно по философии скептицизма и еще чего-то, блядь, да, пиздец, жестко, жестко. Берегите эту книжку от ваших детей. А вот что заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов. Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает... Но она действительно безнравственна? Нравственности вроде в ней особо и нету. Ну окей, она безнравственна. Она нейтральна к нравственности, я бы сказал. Полагает сиротство рода человеческого. Отсутствие создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша вселенная. Ну она не про вселенную, ну допустим. Отдувая естественно научная теория описывает материальный мир. Так и почему отдувается за всех именно теория эволюции? Согласен. Кстати, абсолютно... Здесь я абсолютно согласен с Соколовым. Почему, блядь, они доебываются до теории эволюции? Ну вы к этому... К Эйнштейну доебитесь, что ли? Теория большого взрыва, где там взрыв из нихуя происходит, да и... Ну они тоже доебываются, но порежут. Теория эволюции почему-то очень часто в центр попадает всяких шизов. Это действительно, ну... Показательная какая-то штука. Страшно. Вы не найдете создателя в теориях гравитации или в общем... Ну да, действительно. Теории относительности... Действительно не найдем. Или в теории островной биогеографии... Да, действительно, правда. Да, вот тут типа... Типа верно, да? Или в теории эволюции эволюции. Почему к теории эволюции мы предъявляем такие исключительные претензии? Почему бы не поискать создателя в теории отталкивания электронных пар? Многие известные ученые подвергали сомнению теорию эволюции, продолжил священник, так как ее основополагающие тезисы противоречат данным современной науке. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ай, блядь. Ой, блядь. Ну, хуже самих сайентистов, зачастую их иί самые ярые противники. Э, вот это действительно жестко. Не, сайентисты тоже в основном полный пиздец, конечно, но их оппоненты в среднем еще хуже. Я пришел в этот мир для того, чтобы сделать нормальный антисайентизм. Так он привел в пример лауреата Нобелевской премии и одного из создателей антибиотиков Эрнста Чейна, который был последовательным критиком дарвинизма. Апелляция к авторитету слабый довод, ведь заблуждаться может любой человек. Чейн был крайне религиозным и идеи Дарвина, видимо, были для него неприемлемы. Иронично, что дожив до 1979 года Чейн не мог не стать свидетелем масштабного эволюционного эксперимента, который запустили производители антибиотиков. Поскольку бактерии очень быстро размножаются, то и эволюционируют быстро. Мутации, позволяющие бактериям устоять против антибиотика, распространяются стремительно. Ну, то, что бактерии изменяются, не означает, что всё также изменяется в такой абсолютной степени. Поэтому креационисты, они обычно настаивают на том, что, ну, собственно, есть ограничения определенные в развитии. То есть виды к видам не переходят. Но, окей, на бактерии им обычно похуй. Им больше важен человек, на самом деле. Ну, окей, бактерия, допустим, сверхизменчива. Для креациониста это не какой-то разрушительный тезис, на самом деле. Вообще не вижу никакой разницы. Ну, признают они, что мушки меняются. Там и горох меняет быстро. Человек-то так быстро не меняется, скажет креационист. Бог создал вот эти вот создания крайне изменчивыми, а вот эти создания не такими изменчивыми. Да, для креациониста здесь тоже всё довольно просто. Вообще для креациониста, по сути, самое главное, что сделать? Сохранить такую суверенность человека. Во! Во! Человек суверенен. А можно ли быть верующим и защищать теорию эволюции, не уходя сильно в шизу? Ну, смотрите, смотрите. Обычно стратегия верующего, который верит ещё и в теорию эволюции, то есть он верит и в Христа, и в теорию эволюции, заключается просто в том, что это как бы два условно параллельных мира, которые как бы друг с другом редко соприкасаются. Да, вот стратегия, по которым конфликтов между верой и теорией эволюции не возникает, это просто вот разъединение двух вот этих вот мировоззренческих позиций. Когда люди пытаются их объединить уже на полном серьёзе, начинается кринж. Ну, опять же, то ли у Плантинга это было, Плантинга известный аналитический философ современный, соответственно, вот у него грехопадение было, Господь Бог изгнал Адама и Еву, соответственно, но до того, как он их изгнал, живые существа на планете существовали, они были бессмертными всё это время, напоминаю, динозавры и все остальные, они были бессмертными. Но когда произошло грехопадение, все стали смертными, и смертность переместилась в прошлое, создав альтернативные, сука, вселенную, судя по всему, в которой все животные снова прожили всё это время, которое они существовали, но уже умирали, эволюционировали, и как это описывает теория эволюции, соответственно? Сложно, 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 поэтому основная стратегия заключается в том, чтобы верить в одно и в другое, и при этом как бы, ну, просто не сталкивать это вместе, желательно. Наиболее рабочая стратегия, почему? Потому что, когда происходит реальное столкновение, ну, производятся очень гиперсложные теории. Вот. В результате формируются популяции, на которые старое лекарство уже не действует. Всё в точности по Дарвину, и это страшная проблема. Медики, по сути, сами выводят бактерий, которых не берет уже практически ничего. Яркий пример – метициллин-резистентный золотистый стафилококк, впервые обнаруженный в 1961 году. Это стафилококк, который развил путем естественного отбора множественную лекарственную устойчивость к антибиотикам. В присутствии пенициллина он процветает. Бороться с этой заразой крайне трудно. От неё ежегодно умирает более ста тысяч человек. Эволюция. Что ж ты делаешь, бездушная ты тварь? Поэтому сегодня теория Дарвина используется как инструмент для колонизации стран. Мы не знаем, кем это используется. Так он эволюционировал, Рыдкий Гост. Используется англосаксонской научной мыслью, потому что это обосновывает покорение неполноценных народов. Раз речь идёт о сегодняшней научной мысли, я бы хотел увидеть хоть одну научную статью за последние лет 30, где бы что-то говорилось про неполноценные народы, где бы как-то оправдывалась колонизация. Господин Лукьянов, если он не провёл в анабиозе весь 21 век, не может не знать, что сейчас политкорректность и в публичных выступлениях, и в научных статьях бьёт через край. Заикнись про неполноценные народы. Вылетишь с работы пулей. Господин Лукьянов, если он учил историю в школе, не может не знать, что разгар колонизации Америки, Африки, Австралии происходил в эпоху, когда теория эволюции, мягко говоря, не была доминирующей идеологией. А вместе с колонизаторами на покоряемой... Так, стоп. Теория эволюции – это всё-таки идеология? Ха-ха-ха, подловил. Подловил, подловил, подловил. Всё-таки идеология, видимо. В земли ступали не учёные-дарвинисты, а миссионеры, желавшие обратить дикарей-язычников в истинную веру. Господин Лукьянов не может не знать, к примеру, что конкистадоры, завоеватели нового света, несли на своём знамени отнюдь не портрет Дарвина. В то время, между прочим, всерьёз обсуждался вопрос о том, есть ли у индейцев душа. Ведь о них ничего не говорится в Библии. А если души нет, то и убить индейца не грех. Известно, что Чарльз Дарвин был убеждённым противником рабства, о чём он неоднократно писал в своих трудах. Можно вспомнить любопытную историю. В 1865 году на Ямайке чернокожие бедняки подняли мятеж, который был жестоко подавлен. Убиты были сотни человек, активно применялись телесные наказания. Новость об этом вызвала в Британии ожесточённые споры. Чарльз Дарвин и его соратник Томас Гексли выступили на стороне тех, кто осуждал жестокость и несправедливость в отношении восставших. А знаете, что в связи с этим газета «Пел Мел» написала про Гексли? Человеку, который ратует в науке за одухотворённость гориллы, ничего другого не остаётся, как защищать в политике достоинства негров. Осуждаю. Вот вам и англосаксонская мысль, господин Лукьянов. Мне придётся ещё раз повторить очевидное. Плохо, когда лечить ваши зубы берётся акушер. Или когда пересобирать двигатель вашей машины решил экономист. Жди беды, будь он даже доктор экономических наук. Судить о программе церковно-приходских школ предоставим священнослужителям. А о том, что должно быть в учебнике биологии, пусть скажут биологи. Вы их спросили? С вами был Александр Соколов. Ну, к Соколову здесь претензий мало. Соколов, в принципе, чё, базу? Базу сказал. С другой стороны, и грустно.